Один попал под уголовное преследование, второй стал фигурантом дела об административном правонарушении. Словесная перепалка между реаниматологом и отцом маленького пациента началась из-за отказа медиков надеть бахилы. Теперь конфликт, наделавший немало шума не только в местных, но и в федеральных СМИ, изучает суд. В ночь с 12 на 13 декабря старшему сыну Агапкиных стало плохо. Отец вызвал скорую, но пока ждали врачей, родители смогли самостоятельно стабилизировать состояние ребенка. На пороге глава семьи предложил реанимационной бригаде надеть бахилы, но медики пояснили, что делать этого не обязаны. Попытались вообще зайти в квартиру, оказать помощь. Товарищ Агапкин нас туда не пустил. Медики предложили осмотреть мальчика в коридоре или в машине скорой, но пока мать будила ребенка, между его отцом и врачом произошла словесная перепалка. Я слышу голос врача, который представился реаниматологом. Он очень грубо выразился и резко сказал, да идите вы на, дальше нецензурная лексика, я вообще здесь никого не буду смотреть. Муж после этого произнес фразу, что ты себе позволяешь, скажи имя, фамилию, я на тебя жаловаться буду. И я слышу ответ. Для тебя я господин доктор. Дальнейшее развитие конфликта между господином доктором и радеющим за чистоту хозяином квартиры снял медбрат реанимационной бригады. Называй полицию. Успокойтесь. Звони в полицию. Он первый на меня на пол. Он на меня на пол. Он на меня на пол. Уси беден. Убирайте его. Интервью на камеру Никита Агапкин и его адвокат дают впервые. На время следствия с них взяли подписку о неразглашении. Поэтому журналисты освещали конфликт весьма однобоко. Несколько месяцев уголовное дело не возбуждали за отсутствием состава преступления. Но ввиду большого общественного резонанса ситуацией заинтересовался глава СК. В итоге Агапкину вменили умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Вред, причиненный Семену Пудину, сводится к сотрясению головного мозга, которое было описано с его слов. Никто из свидетелей ударов не видел. Удары описывает только сам потерпевший. Следов этих ударов в медицинских документах также нет. Человек, который начал конфликт, гражданин Кудин, то есть выставленная его рука, по его утверждениям, оставила на моем теле синяк. Ну, либо я двигался со сверхзвуковой скоростью, что он нарвался на выставленную руку, либо это был все-таки удар. Надо сказать, что Никита Агапкин – личность публичная. Мужчина много лет работает в ведущем мероприятии, поэтому и пытался уберечь лицо. Кто бил, а кто сдерживал агрессора, теперь разбирается Фемида. Сторона потерпевшего требует с обвиняемого 300 тысяч рублей в счет компенсации морального ущерба. Виновным лицом были причинены моему доверителю телесные повреждения из хулиганских побуждений. Соответственно, будем просить суд удовлетворить данный иск. К ответственности за потасовку привлекли не только Никиту Агапкина, но и Семена Кудина. Параллельно в мировом суде рассматривают административное дело в отношении доктора. За нанесение побоев реаниматологу грозит штраф, либо обязательные работы.